Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. С вами Пашкевич Анна. Из этого видео вы узнаете, как не погубить рассаду. Первое и самое важное, это подготовка семян. По данным американского журнала, порядка 70% инфекции, которая живет у нас на рассаде, приходит туда от семян. Поэтому, если семена не обработаны производителем, не окрашены в зеленый, розовый, оранжевый или другие цвета, не дрожжированы, то необходимо произвести обработку или дезинфекцию семян самостоятельно. В качестве дезинфицирующих веществ можно использовать перекись водорода 3 столовые ложки на 1 литр воды или зеленка 1 чайная ложка на 1 литр воды. Семена будем замачивать от 2 до 6 часов, в зависимости от того, насколько они старые. Второе, на что стоит обратить внимание, это глубина заделки семян. Если вы высеяли семена, и они всходят редко или не всходят вовсе на протяжении недели, то очевидно, они уже в почве разложились или выпрели. Поэтому возьмите себе за правило, глубина заделки семян должна приблизительно равняться 2-3 диаметрам семени. В качестве исключений можно немножко глубже помещать в почву семена гибридных перцев, поскольку у них очень интенсивная энергия прорастания. Третий и немаловажный момент – это качество грунта. Если вы в нем не уверены, то следует его предварительно пролить биологическими препаратами. Также отслеживаем кислотность грунта. Для овощных культур оптимальной является нейтральная кислотность, которая равна приблизительно 7. Поэтому внимательно изучаем информацию на упаковке, при необходимости почелачиваем грунт золой или мелом. Четвертый важный момент – это загущенный посев. У финских агрономов существует правило 10-5, которое говорит о том, что через каждые 10 дней необходимо увеличивать площадь питания наших растений на 5 квадратных сантиметров. Также необходимо помнить о влажности грунта. Это является пятым моментом. Поэтому не заливаем рассаду, предусматриваем дренажное отверстие, поскольку любое переувлажнение грунта будет способствовать кислородному голоданию корней, и растения будут становиться более восприимчивыми к различным инфекционным заболеваниям. Шестой немаловажный момент крепкой рассады – это оптимальный микроклимат в виде света и температуры. Подбираем температурный режим, который должен быть на уровне 18-20 градусов. И также обязательно досвечиваем рассаду при необходимости до 12 часов. И напоследок, зачастую в наших посевах развиваются грибные комарики. Сами насекомые безвредны, но, к сожалению, их личинки подгрызают корневую систему. Поэтому необходимо использовать различные биологические препараты, которые будут направлены против них. Например, внесите в почву несколько гранул баверии или метаризиума. Надеюсь, соблюдая эти нехитрые 7 правил, у вас всегда будет получаться крепкая и здоровая рассада. До новых встреч на канале Процветок!